Добро пожаловать на курс геймдизайнера и сегодня продолжаем работу с ландшафтом создаем город, то есть город в принципе базовая версия уже есть, мы создаем вокруг ландшафта, чтобы это смотрелось красиво, то есть если мы заглянем в сверху города, то примерно так оно выглядит, все мы будем улучшать, небо заменим, воду заменим, здесь будет такой круглый оазис посреди пустыни, такая вот идея пришла, а здесь будут вокруг горы, возможно эти, возможно я заменил, подходящие, посмотрю, здесь какие-то проблемы с линиями, я не знаю как решить, но если мы подлетаем вплотную, то эти линии исчезают по сути, хотя нет, это из-за тени остаются, то есть я вот так смотрю, например, и ну не видно линии, здесь в принципе видно, это появилось после того, как я создал тишин, что ли, возможно здесь просто стык, что-то с ними надо делать, хотя вот прям смотришь, вот она исчезла, скорее всего из-за цвета, некачественного цвета и я не сделал сборку уровня, но не суть, прочее была проблема, я не мог сюда, то есть я хотел в город добавить ландшафт, но не смог, не смог по той причине, потому что у меня была проблема с импортом, сейчас я вот добавил такой квадрат, видите, здоровый, то есть он больше чем на этот счет, вот он базовый квадрат, который был, это у нас такой ландшафт, он некачественный, он нужен нам чисто для вида, и что я хочу, соответственно вот такой квадрат, я буду добавлять, здесь добавлю, здесь добавлю по углам, хотя по углам наверное не буду добавлять, здесь добавлю сбоку, то есть вокруг сделаю такие квадраты, пример, может что-то переиграем, может что-то переставлю, но в принципе довольно огромная территория, здесь у нас будет океан, здесь у нас в городе есть жилая зона, здесь будет выход мост, вот такая вот зона, и дальше будет океан, да огромная пространство, мне кажется нормально, для первой начальной локации, хотел поговорить о проблемах с ландшафтом, как я все-таки добавил ландшафт, в итоге я взял, открыл карту с тюной, и сюда перенес город, как город перенес, с ландшафтом у нас не переносится, я просто скопировал, скопировал город, выделил все объекты, сейчас не буду выделять, то зависит, скопировал город, и просто ctrl c, открыл другую карту с тюной, ctrl v сделал, теперь вопрос, как добавить ландшафт, чтобы у вас не было проблем, здесь две проблемы, первая с ландшафтом, то есть главный я добавил карту высот, и смотрите, что я, как это я делаю, для начала мы уменьшим графику всю, потому что и так жестко виснет, я занизил графику, теперь я хочу, что сделать, я беру, перехожу в режим ландшафта, мы здесь можем взять landscape, то есть выбрать, например, вот у нас есть landscape city, вот этот, и сделать экспорт, где у нас проектирование за входе импорт, мы можем сделать экспорт файл, видите, все подвисает, мы можем сделать экспорт, и у нас получится, у меня уже есть вот такая файл, размером, то есть в данном случае 80, 80 мегабайт, карта огромная, и мне не хватает оперативной памяти, реально не хватает, смотрите, она забита, сейчас работает жесткий диск, и за это все тормозит, свойство 84 мегабайт, у нас есть вот такой вот прекрасный ландшафт, как карта высот, и я делал экспорт, у меня она уже есть на рабочих столе, сейчас нужно добавить вот такой большой квадрат новый, и смотрите, что происходит, у нас появляется карта ландшафта, исчезает, что-то произошло, я жму импорт, что-то перекинулся, я жму импорт, у нас появляется вот такая карта, я примерно хочу ее сюда поставить, видимо, у нас оно плоское, я указываю, что надо делать импорт с файла, еще раз, видно, что-то не сработало, Дюма, импорт, ау, почему-то у нас выбрана, не, я не туда ткнул, все правильно, надо новый тыкнуть, а мы же создаем новую карту, и здесь уже выбираем Дюма, и смотрите, что здесь произошло, у нас добавилась карта, и изначально она вот такой рельеф имеет, что не соответствует, то есть проблема в прошлом видео была, то есть что ты делаешь, вот такой рельеф, и я когда загружал, то есть это горы, и он не подходит, совершенно к нам никак не подходит, в чем проблема оказалась, проблема решилась, когда я уменьшил масштаб высоты, и мы получаем, в принципе, такой рельеф, который схожий с нашим, давайте я включу освещение, с освещением, то есть у нас есть рельеф, и вот мы примерно имеем тоже такой же рельеф кожи, но видите, размер он не подходит, он гораздо меньше, чем этот, и мы дальше, что делаем, мы увеличиваем, как у нас изначально в файле, изначально в файле, сейчас не буду открывать, потому что чуть-чуть собьется, вот свойство у нас с этого стандартного файла, и пытаясь его как бы применить, то есть у нас вот 255, 222, у нас получился такой большой размер, большой размер, если мы сделаем изначальный масштаб, то он будет у нас кривой, причем как-то криво, видите, он только в центре меняется, а вот здесь вот типа ровный, но если я нажму создать, вот такой весь кривой будет на все области, и я что начал делать, я начал экспериментировать, и начал вводить цифры, я сделал 10, а количество компонентов сделал 40 на 40, и мы и получил такой же квадрат, получил такой же квадрат, видите, можно ставить так же, ну что ж такое, можно ставить так же, но как оно на самом деле сделали, если мы посмотрим здесь ландшафт, то у нас видите масштаб 250, 250, 25 или 100, 110, и он просто увеличит, то есть по факту он имеется вот такой вот, вот такой ландшафт, мы его можем создать, и увеличить его на 250, 250, 25, сейчас у нас видите 100, 110, я сделал тоже по-другому, то есть, я просто здесь уменьшил, измер клетки получил то, что нужно, 40 на 40, можно, смотрите, можно сделать, кстати, 64, можно 250, 250 сделать, нет, мы получили больше, ну, 250, 250, 250, то есть, видите, если мы делаем так, как изначально, 25, то у нас ничего из этого как бы хорошего, и не выходит, и у меня какая идея, смотрите, то есть, чтобы нам нормально получить этот масштаб, я делаю вот так, 25, 25, и здесь вот 40 на 40, либо, либо, и получаю такой же масштаб, вот здесь, если, потому что, значит, футбор, подальтать к данным, я снова возвращаю, либо просто 250, 250, 25, и у нас примерно получается тот же масштаб, то есть, как вот на этой карте, видите, то есть, он автоматически сделал квадраты, я устал, издевается, но он автоматически все поднастроил, и мы получили примерно то же самое, у нас вот дефолтное значение, 250, 250, 25, и, соответственно, у нас есть новое, и мы получаем, обратите внимание, что у нас, вот здесь вот получается, примерно такие же данные, а, нет, подождите так, и туда же, но получается чуть лучше, больше всего компонентов, но, но я предпочитаю сделать больше сеток, чтобы надо было контролем, и уменьшить, взмет, хотя, попробую сделать, немножко больше получается, не знаю, больше компонентов лучше, возможно, хуже, в целом, это хороший показатель, но с меньшим контролем, и у меня пришла идея, знаете, какая, я вот хотел сейчас сделать квадраты, такие вот сделать, а зачем мне сделать квадраты, давайте мы сделаем, один огромный квадрат, один огромный квадрат, на территорию, которая нам понадобится, мне главное, чтобы эта текстура не, то есть, есть проблема, видите, я сейчас сделал квадрат, и у меня вот нужно подгонять, нужно подгонять, вот это освещение, освещение, вот эти горы, в принципе, можно подогнать, а зачем все эти квадраты, делать, когда можно сразу, сделать, и поделить ее, на кусочки, давайте мы с вами, это сейчас попробуем, то есть, чтобы не 9 квадратов, делать и редактировать, мы просто увеличим зону, увеличим штаб, и как мы делаем, мы примерно вывели нормальные пропорции, которые нас устраивают, я сейчас сделаю вот такую штучку, общее количество компонентов, у нас примерно одинаковое, я теперь хочу посмотреть, размеры, подходит, не подходит, мне кажется, надо чуть побольше сделать, вокруг территорию, я бы сделал побольше, давайте сделаем 300, на 300, здесь 30 мы увеличим, вот наш маленький город, и здесь вокруг локация, вот здесь будет море, возможно сделать 350, 350, 35, ну, маловато, кажется, 40, для этой бумажки маловато, сделаем огромную зону, с расчетом, что здесь будет 10 тысяч человек, 20 тысяч человек, то есть, в целом, вот мы такие маленькие, тут огромнейшие территории, с дюйной, все, в принципе, меня такой размер устраивает, следующее, у нас есть также ландшафт, но ландшафт, я сначала не буду делать, я его добавлю, чуть потом, сейчас надо проверить, будет ли вот такой же красивый ландшафт, такой же красивый ландшафт, такого большого размера, или не будет, то есть, мне важно, вот эти мелкие, видите, детали, и мы сейчас будем сравнивать, это лучше, если он у нас будет такой же красивый, такой же красивый, бархатный, значит, мы сделали все правильно, видите, у нас такие места есть, если он будет сильно растянут, значит, придется делать вот такие вот квадраты, тогда приступаем к импорту, у нас получаем 4 компоненты, в принципе, меня устраивает, можно также добавить вот этот ландшафт, который у нас здесь материал есть, но это будет капец как грузить карту, убираем освещение, делаем низко, спускаем импорт, сменяем, у нас будет это все рендерится, значит, смотрите, можно будет, если у нас все рендерится, сдастся этот красивый ландшафт, значит, все окей, я удаляю вот этот, то есть переношу тюну, переношу именно графику, материалы на новый ландшафт, и работаю с ним, здесь, соответственно, добавляю горы, настраиваю на word partition, как настраивать, просто нужно нажать сборку, и создается сборка, и занимаюсь после оптимизации, но я думаю, это не быстро, поэтому, скорее всего, будет в следующем видео, если, то есть в следующем видео, если у меня не вышло, то я просто добавлю в следующем видео вот эти квадраты, маленьких размеров, то есть разрешение будет 250, 250, 25, а остальное все так же останется, просто сделаю по кругу, и сюда поставлю горы, и соединю, сделаю стыки в тюни, и в целом все, наверное, и вы уже увидите вариант, что из этого. Если получится, то я ставлю один ландшафт, и буду уже здесь работать, добавлю на нем горы. Вот, а мы сейчас увидим, что примерно сколько будет, будет ли у нас детализирована ландшафт, или нет. Я думаю, это не скоро, потому что громко-громко. Ладно, в следующем видео. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok